На связи Украина 365. Накануне дронами были атакованы еще три нефтеперерабатывающих завода на территории России. Речь о предприятиях в Рязани, Кстово Нижегородской области и Киришах Ленинградской области. Атакованные НПЗ входят в пятерку крупнейших заводов в РФ. Вместе с НПЗ были атакованы авиабаза россиян в Бутурлиновке и военный аэродром Воронежа. К новой стратегии Украины нанесения серийных ударов по критической инфраструктуре россиянам нужно относиться предельно серьезно, поскольку перспективы нынешнего тренда выглядят для России угрожающе. Подрывы НПЗ по всей европейской части РФ уже вскоре могут вызвать острый дефицит топлива, а путинским властям придется договариваться про импорт бензина и нефтепродуктов. Об этом пишет российский экономический аналитик Анатолий Несмеян. Уже сейчас можно сказать, что возникает явно нехватка топлива перед всплеском спроса на него в период посевной. Если же удары по нефтеперерабатывающим предприятиям продолжатся, то Россия внезапно окажется перед необходимостью закупки топлива по импорту. И это в условиях все более усиливающегося дефицита транспортных мощностей, пишет он. Это в свою очередь означает, что удары беспилотников будут перенесены на объекты логистики, перевалочные центры. Учитывая, что в России их всего 4, из которых 2 уже находятся в пределах досягаемости беспилотников, Санкт-Петербург, Усть-Луга и Новороссийск, то топливный кризис может стать хроническим с периодическими обострениями. Более того, не стоит забывать, что оборудование для нефтепереработки на заводах практически все сейчас импортное, поэтому так просто даже отремонтировать его не получится, не говоря уже о замене. Плюс не исключены и повторные удары. 13 марта в Белгороде беспилотники атаковали здание Федеральной службы безопасности страны-агрессора Российской Федерации. На фото, которое жители Белгорода выставили в интернет, заметно, как над зданием российских чекистов взвился дым. Пострадал ли кто из ФСБшника в результате данной атаки пока неизвестно, но путинский чиновник, губернатор области Вячеслав Гладков, уже успел отчитаться, что якобы пострадавших нет, а заодно и обвинить в обстреле украинскую армию. Интересно, что Гладков в своем посте об этой атаке вообще не упомянул здание ФСБ, написал, что один БПЛА ударил якобы в многоэтажку, а второй якобы вообще спикировал в речку. Впрочем, верить этому уставленнику Москвы не стоит, поскольку если действительно пострадал кто-то из чекистов, он об этом все равно не напишет. Бойцы российских добровольческих формирований «Легион свободы России», «Русского добровольческого корпуса», а также «Сибирского батальона» выпустили совместное обращение к жителям Белгородской и Курской областей с предупреждениями об активизации боевых действий в этих регионах. Добровольцы напомнили жителям РФ, что войска диктатора Владимира Путина постоянно подвергают массированным ракетно-дроново-авиационным ударам мирные украинские города. При этом федеральные войска умышленно оборудуют свои позиции между жилыми домами, школами и госучреждениями именно в Курском регионе и на Белгородщине. Ежедневно десятки простых невинных людей, в основном женщин и детей, гибнут от обстрелов из Белгорода. Обстрелы Украины с территории Белгорода должны остановиться, заявляют бойцы российского сопротивления. Они также предупредили, что желают прекратить обстрелы украинской территории из Белгорода, Курска и других приграничных регионов, поэтому вскоре будут нанесены удары по тем объектам в СРФ, с которых ведется запуск. Также российские добровольцы призвали жителей Белгородской и Курской областей к срочной эвакуации в более безопасные регионы. Это нужно для того, чтобы, осуществляя огонь по российским позициям, не пострадали гражданские. Во избежание жары среди гражданского населения мы призываем всех немедленно покинуть города. «Местные власти призываем сохранять людские жизни и начать эвакуацию с городов Курщины и Белгородщины. Мы вынуждены нанести огневое поражение по военным позициям, которые размещены в городах Белгород и Курск», говорится в заявлении. В то же время на событии в Белгородской и Курской областях, а также прорыв российских добровольцев, впервые прокомментировал диктатор РФ Владимир Путин. Так Путин дал интервью телекомпании «Россия-1» и «Реа Новости». «Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии столкновения, на линии фронта. Никакой из целей, которую они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли», – заявил диктатор. При этом он утверждает, что якобы главная цель Рейда состоит в том, что, цитирую, «если не сорвать президентские выборы в России, то хоть как-то помешать нормальному процессу воли изъявления граждан». Но третий, если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе. «Ну мы вам вернем, а вы нам верните это», – сказал Путин. 9 марта во время атаки украинских беспилотников на авиазавод в российском Таганроге был поврежден самолет дальней радиолокационной разведки А-50. Об этом пишет НВИ со ссылкой на источники в Гурминобороны. Там отметили, что есть информация о повреждении как минимум одного самолета, который находился в ангаре авиазавода имени Бериева в Таганроге, куда прилетели несколько дронов. Это уже третий А-50, который был выведен из строя или уничтожен в ИСУ в этом году. В январе и феврале воздушные силы сбили два таких самолета над Азовским морем. По разным оценкам, у России осталось не более пяти функционирующих бортов такого класса. А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления стоимостью более 300 миллионов долларов. К слову, модернизированный стоит до 500 миллионов долларов. Применяется он для обнаружения воздушных и наземных целей, в частности систем ПВО и управления истребителями. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов, вероятно, был уволен со своей должности. Об этом пишет российская медиасота. Журналисты обратили внимание, что на официальном портале нормативно-правовых актов опубликован проект постановления правительства, который предполагает согласование кандидатуры в РИО начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковником В. Познехиром. Ранее эту должность занимал Валерий Герасимов. Причина появления в РИО вместо него остается неизвестной, отмечают российские журналисты. Учитывая, что на портале публикован проект документа, речь вряд ли может идти об отпуске Герасимова. К моменту согласования постановления отпуск должен был бы уже закончиться, говорится в сообщении медиа. Росми отмечают, что последняя информация о деятельности Герасимова была опубликована 26 февраля. По данным Минобороны, он провел ряд награждений. Украинская бронетехника успешно провела испытания 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем украинского производства «Таврия-14.5». БМ «Таврия-14.5» – боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм, с боекомплектом в 200 патронов. «Таврия-14.5» с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая, включая в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении. «Таврия-14.5» оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 км как днем, так и ночью. Депутат, отправящий партии «Единая Россия», скандалился в Госдуме. Он не только заявился на заседании предположительно в состоянии алкогольного опьянения, но и попытался толкнуть речь. Ничего хорошего из-за этого не вышло. «Да, спасибо большое. Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждую практически сейчас действие недружных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее, но вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать-то им?» Этот поток бессвязной речи остановил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Осознав, что депутат невменяем, он заставил его замолчать тактичным словом «спасибо». «Россияне активно обсуждают конфуз с участием депутата. Да он же в Зюзю. Собутыльник Медведева – еще один борец НАТО. Единственное, что он может одолеть – это бутылку Финляндии. Какое позорище! Почему сразу бухой? Человек просто с утра немного припал к традиционным ценностям. Пишут комментаторы в сети. В Белгородской области РФ начали срочно избавляться от ЗЭЦ-символики. Сотрудники ГУРАМО Украины перехватили телефонный разговор одного из российских чиновников из Гайворона на Белгородщине, который дает указание водителю, сняя всю ЗЭЦ-символику со служебного автомобиля. По словам чиновника, на автомобиле с такими символами местные жители боятся ездить. Добрый вечер! Слушай, что надо сделать тебе завтра? Приехать на работу на УАЗике без букв ЗЭЦ. Короче, в прямом смысле. Потому что с тобой никто не делает замечание, с тобой никто не хочет ездить на работу, безлименно ни в козинку, никуда. Они орут, пищат, изнемогают. Короче, приняли решение, удаляя с буквы ЗЭЦ. И со старого УАЗика сок он тоже поубирай. Никто не против, никакого там этого самого. Просто все возмущаются. Давай, мы, наверное, сделаем, чтобы машина в доступе была для людей, для работы. Да, все, давай, чтобы там всяких этих... Компания Turkish Airlines в очередной раз отказала россиянам в посадке на борт в аэропорту Стамбула. Самолет должен был отправиться в Южную Америку. Как сообщают российские СМИ, минимум 10 граждан РФ отправили домой. По разным причинам охрана не пустила российских туристов на рейс в Бразилию. По словам так называемых потерпевших, россиянам приказали образовать отдельную очередь. Впоследствии им устроили проверку личных документов и вещей. Процедуру назвали унизительной. Работники вели себя грубо и отказывали что-либо объяснять. С вашими российскими паспортами нужно возвращаться в Москву и больше никуда не ездить, заявляли охранники, утверждают очевидцы. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Не забудьте поставить лайк этому ролику, нажать на колокольчик и поделиться этим видео с друзьями, чтобы его увидело как можно больше людей. Слава Украине, слава ВСУ, слава всем, кто помогает нашей стране. Вместе мы сила.